Какие выводы мы сделали по нашей кампании в Химках, она была довольно значимая. Основная проблема, с которой мы столкнулись, это проблема средств массовой информации. Потому что мы поняли, что та пропаганда, которая вещает по всем возможным и центральным каналам, и местным вот этим вот газетам, с которыми мы просто всегда смеялись и хохотали, но какой идиот в это поверит. Оказалось, что она работает. Вот этот вот 25-й кадр, который вот каждый день человек какую-то ерунду получает, в ящик читает эту ерунду, и он в это, к сожалению, начинает верить. То есть прежде всего нам, конечно, необходимо, ну, своя добрая, не добрая, не важно, но своя система донесения информации до людей. Сейчас наша задача на новые губернаторские выборы по Московской области, как я уже говорила, сформировать нашу повестку дня и сделать так, чтобы у людей это был вопрос, который независимо от того, как человек относится к оппозиции, к Чириковой, не к Чириковой, но чтобы для него это было болью, и чтобы он понимал значимость и важность ну вот этого проекта Центральной кольцевой автодороги, чтобы он понимал, чем она конкретно грозит его дому, его участку, там, его благополучию, и тогда этот вопрос станет политическим, и новый губернатор, мне, честно говоря, ну, все равно, там, кто это будет, оппозиции, нет оппозиции, мне важно, как экологу, чтобы у нас были гарантии, что земли Московской области не будут уничтожены под застройку. Мы к партостроительству не относимся как к самоцели, то есть наша задача, она несколько иного масштаба. Мы хотели бы менять сознание людей, потому что мы понимаем, что вызов 20 века – это был вызов прав человека. Тогда, благодаря Сталину, благодаря Гитлеру, люди поняли ценность человеческой жизни, не поняли, что такое права человека. Вообще прозвучал этот термин в 20 веке. А вызов 21 века – это вызов экологический, потому что мы медленно, но верно теряем нашу планету. То есть это колоссальный, страшный, это такой мегапроцесс, и, собственно говоря, наша задача сейчас – менять экологическое сознание. Это такая мегазадача, и, собственно говоря, она может быть реализована не только благодаря партиям. Партия – это один из инструментов. Мы не делаем сейчас большой на этом акцент. У нас идет постепенный сейчас разговор с регионами, кто как хочет участвовать. То есть нам нужны эти партии просто для того, чтобы в случае каких-то местных выборов, если там нет необходимого нам кандидата, который, может быть, кстати говоря, из любой другой партии, но просто придерживается нужных нам ценностей. Если такого кандидата нет, чтобы мы могли нормально зарегистрировать безболезненно от своей партии такого кандидата. То есть у нас чисто техническая задача. Сейчас лакмусовой бумажкой отношения к губернатору Московской области будет его отношение к проекту «Центральная кольцевая автодорога» и к смежному с этим проектом освоению, так называемому, практически 50% лесов Московской области под коммерческую застройку. Дело в том, что есть совершенно официальный проект властей подмосковного правительства о освоении. Практически 50% лесов уходят под коммерческую застройку под предлогом строительства вот этого скада. Да, в том числе. Собственно говоря, это Химкинский лес, умноженный в 10 тысяч раз. У нас есть на руках прямо планы вот этой градостроительной вакханалии, градостроительной активности, которые мы, собственно говоря, продемонстрировали на одной из экологических конференций, потому что сейчас наша задача – сформировать повестку дня, правильную повестку дня на новые выборы губернатора. Для того, чтобы любой, кто пойдет на эти выборы, высказался бы, что будет самым главным ресурсом Московской области – с землей. Потому что земельный вопрос первичен для людей. Для среднего человека это очень важно. Его вид из окна – что он будет видеть? Склад или лес? От этого зависит и экономическое развитие Московской области. За счет чего мы будем развиваться? За счет спекуляции перепродаж земель или все-таки за счет еще чего-то более интересного?